МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что общего может быть между современным танком и летательным аппаратом? Его сердце. Двигатель. В 1976 году в Советском Союзе появился первый в мире серийный танк с газотурбинной силовой установкой, которую обычно устанавливают на вертолетах. Летающий Т-80 в фильме «Оружие». Танк всегда был одним из символов Советской Армии. Главная ударная сила сухопутных войск и воплощение всего самого лучшего современного военных технологий. Еще во времена Второй мировой войны СССР завоевал количественное и качественное превосходство над танками всех возможных противников. Именно советские машины были эталоном, который стремились превзойти танкостроители США, Великобритании, Франции. Особенно характерной в этом смысле получилась история газотурбинного Т-80, в ответ на появление которого американцы разработали основной боевой танк М1 «Абрамс». Основной проблемой при создании любого танка является наличие мощного и компактного двигателя. Настоящим прорывом в танковом моторостроении обещало стать освоение дизеля с оппозитными цилиндрами. На него сделал ставку Александр Морозов при создании своего революционного Т-64. Однако задержка в отработке двигателя и танка исчислялась даже не годами, десятилетиями. Ненадежная машина не могла стать основой бронетанкового парка Советской армии. Требовался другой вариант. Так появился Нижнетагильский Т-72. Вариант 64-ки с более простым, дешевым и надежным дизелем из линейки В-2. Массовость продукции «Уралвагонзавода», самого крупного в СССР производителя танков, должна была компенсировать недостаток в армии качественно новых машин. Даже в условиях постепенной доработки и освоения 64-ки острота проблем с танковой силовой установкой не снижалась. Требовалось радикальное повышение мощности при сохранении Т-64-ки в качестве базовой модели. Решение было найдено в сфере, далекой от танкостроения. В правительственном постановлении, которое было принято в 1968 году, значилось считать важнейшей государственной задачей создание танка с газотурбинным двигателем. Новый тип силовой установки обещал серьезные преимущества перед дизелем или бензиновым двигателем. При равных габаритах газовая турбина обладала значительно большей мощностью. Это позволяло резко повысить скоростные и разгонные характеристики боевых машин, улучшить управление танком. Газотурбинный двигатель требует меньшего расхода смазочных жидкостей. Правда, он в 10 раз дороже дизеля в производстве и потребляет в два раза больше топлива. Попытки установки в танк газотурбинных двигателей делались давно. В частности, курсант военной академии бронетанковых войск Степанов Георгий Юрьевич еще в 1945 году выполнял дипломный проект на тему установки в танк газотурбинных двигателей. Впоследствии Степанов был известным ученым-механиком. В середине 50-х годов, в начале 60-х годов также делались попытки установить в танк уже опытные образцы газотурбинных двигателей. В частности, был создан опытный образец танка Т-62 со спаренной силовой установкой, включающей два газотурбинных двигателя. Но испытания этого танка, так скажем, к успеху не привели. Временно работы были прекращены, и только после того, как решили использовать в качестве базового шасси шасси танка Т-64 и базового танка Т-64, и попытаться в него установить другие типы двигателя, вернулись к идее установки в этот танк газотурбинного двигателя. Еще в 40-х годах газовая турбина одержала абсолютную победу над поршневыми моторами в боевой авиации. Поэтому для работы над новым танком выбрали вертолетный газотурбинный двигатель. Но для его применения в наземной гусеничной машине требовалось решить немало проблем. Прежде всего, создать надежную систему очистки от пыли на входе в турбину. Ведь пыль — это убийца газовой турбины. В отличие от вертолета, двигатели которого засасывают пыль только на взлетно-посадочных режимах, Танк, например, совершая марш в колонне, может постоянно двигаться в полевом облаке. При этом он пропускает через воздухозаборник 5-6 кубометров воздуха в секунду. Для сравнения, столько же человек вдыхает за целые сутки. Инженерному коллективу Ленинградского Кировского завода пришлось решать эту и немало других проблем, связанных с новой силовой установкой. Возглавил работу над газотурбинным танком Николай Попов. Попов Николай Сергеевич — конструктор бронетехники, лауреат Ленинской государственной премии, герой социалистического труда. Годы жизни — 1931-2008. Окончил Харьковский политехнический институт. С 1955 года работал в танковом конструкторском бюро Кировского завода в Ленинграде. С 1968 года — начальник и главный конструктор КБ. На конструкторские работы и многочисленные испытания машины с принципиально новой силовой установкой ушло около 7 лет. Лишь в 1976 году танк был официально принят на вооружение под обозначением Т-80. Позднее бронетанковые части получили более мощную версию машины — Т-80У. У — значит улучшенный. Т-80У — основной боевой танк. Боевая масса — 46 тонн. Длина — 9,7 метра. Ширина — 3,5 метра. Двигатель — многотопливный газотурбинный мощностью 1250 лошадиных сил. Скорость — до 80 километров в час. Вооружение. Гладкоствольная пушка-пусковая установка калибра 125 миллиметров. Один пулемет калибра 7,62 миллиметра. Один пулемет калибра 12,7 миллиметра. Экипаж — 3 человека. Возросшая масса и изменившиеся динамические характеристики танка потребовали переработки многих элементов конструкции. Повышенная мощность двигателя привела к изменению, некоторому изменению ходовой части машины. В связи с тем, что катки ходовой части танка Т-64 не выдерживали нагрузок от движения машины. Но, тем не менее, это не привело к изменению, значительному изменению конструкции корпуса танка, в частности, боевого отделения. И в результате на танке Т-80 сохранилась та же башня с тем же вооружением и с тем же боевым отделением, что и на танках Т-64. Ну и в последующем развитие танков Т-80 шло параллельно со развитием танков Т-64. То есть после создания танков Т-64Б были созданы танки Т-80Б с двигателем мощностью 1100 лошадиных сил. И с боевым отделением, таким же, как на танке Т-64Б. То есть машина, опять же, могла вести огонь управляемым снарядом, который на траектории управлялся по радиоучью. Важным достоинством газотурбинной силовой установки танка Т-80 является ее многотопливность. Двигатель может работать на дизельных и реактивных авиационных топливах, а также автомобильных низкооктановых бензинах. 125-миллиметровое орудие снабжено металлическим теплозащитным кожухом. Он защищает ствол от внешних воздействий и уменьшает прогиб при нагревании во время стрельбы. Танк Т-80 защищен комбинированной многослойной броней, а также навесным и встроенным комплексом динамической защиты. Защищенности танка от кумулятивных снарядов способствуют экраны по бортам корпуса, башни и перед носовой частью. Зализанные формы и аккуратное расположение динамической защиты на летающем танке вызваны требованиями аэродинамики для снижения пылеобразования. Рост боевых возможностей зарубежных танков, а также противотанковых средств, постоянно требовал и дальнейшего совершенствования «Восьмидесятки». На Т-80Б изначально, так же, как на Т-64Б, динамической защиты не было, но в последующем появились такие модификации, как Т-80БВ, Т-64БВ, соответственно, где применилась уже навесная динамическая защита, так же, как и на танке Т-72Б. Ну и дальнейшее совершенствование танка Т-80 привело к созданию уже таких модификаций, как Т-80У и Т-80УД. Эти две машины отличаются, по сути дела, тоже только моторно-трансмиссионным отделением, но от предыдущей машины, от предыдущей модификации, отличаются значительно комплексом вооружения, в частности, системой управления огнем, которая позволяет управлять огнем не только наводчику танка, но и командиру танка со своего места. Кроме того, ракета в этом танке управляется по лазерному лучу, но в отличие от танка Т-72Б, где, значит, одна плоскостная стабилизация, значит, луча осуществляется, то есть Т-72Б может вести огонь ракетой только с места. Танк Т-80У и танк Т-80УД могут вести огонь управляемой ракетой благодаря двухплоскостной стабилизации луча с ходу. Т-80 производился с 1976 по 1992 годы. За это время было выпущено более 10 тысяч машин в нескольких модификациях. На базе удлиненного шасси Т-80У разработан прототип перспективного танка «Черный Орел». Машина оснащена новой башней с автоматом заряжания, а также двигателем мощностью 1500 лошадиных сил. Боевая масса машины возросла до 50 тонн. В качестве основного вооружения на «Черном Орле» могут применяться перспективные орудия калибром до 150 мм. Самый тяжелый из основных боевых танков и самый быстрый. В нем сочетаются боевая мощь и грациозная красота. Все это газотурбинный Т-80. Аристократ в семействе современных танков. Современная армия, кроме танков, имеет на вооружении бронированные объекты разного типа и назначения. Субтитры создавал DimaTorzok